До конца этого года национальный авиаперевозчик AirBaltic должен произвести первичное публичное размещение акций или IPO. Прежде чем это произойдет, часть государственных акций AirBaltic будет продана стратегическому инвестору, имя которого не раскрывается. После этих процедур у государства должно остаться 25% плюс одна акция AirBaltic. Сейчас у Латвии 97,97 акций AirBaltic, чуть больше 2% у датского предпринимателя Ларса Туссена. У будущей сделки есть одно очень важное условие. Независимо от того, что произойдет в будущем с акционерами после процесса IPO, мы должны сохранить расположение AirBaltic здесь, в Латвии, чтобы аэропорт Рига сохранился для AirBaltic, как домашний аэропорт, и чтобы все сохранилось на том уровне, который мы сейчас имеем. Также одним из важных условий сделки будет то, что больше от государства не потребуется финансовых вливаний в авиакомпанию, как это было раньше. Стратегического инвестора интересует авиационный флот AirBaltic, а также договоры на поставку новых самолетов. AirBaltic — это не только компания, которая перевозит пассажиров, это техническая академия, школа пилотов, благодаря которой мы каждый год производим по меньшей мере сотню пилотов. Это потенциальная рабочая сила, как для AirBaltic, так и для других компаний, у которых есть самолеты AirBus 220. Кстати, сейчас AirBaltic располагает флотом в 54 самолета, но по договорам на поставку новых авиалайнеров флот расширится до сотни современных машин. Даниил Смирнов, Криш Скайрис, Марис Юргенсонс, LSM+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова